С заявлением о факте мошенничества от Центробанка с фактом статья 159, часть 1. Указано, что с вашего основного счета была попытка хищения средств в размере свыше 50 тысяч рублей. Об этой ситуации что-то известно вам? А еще раз можно, кто это? Ярош Сергей Михайлович Мезут, я капитан юстиции, главного управления МВД Следственного комитета. А подразделение? Следственное управление, комитет следственный. А по какому адресу вы находитесь? Город Москва, улица Рабат, 16, дробь 12. А у вас кабинет там какой? Третий, третий кабинет, первый этаж. Угу. Я понял. У вас еще вопросы имеются, Евгений? А номер дежурного у вас какой? Записывайте, 8 800. Ну, пройдите, номер дежурного не может быть 8 800. Я вам говорю, 8 800 пишите. Ну, должен быть код Москвы. Я вам говорю, хорошо, давайте, вот, можете записать другой. Угу. А номер дежурного у вас, 8, 107, 495, 937, 99, 92. Хорошо. Вы можете сейчас туда набрать, я вам перезвоню? Да, в данный момент не могу. Почему не можете набрать, зачем вы берете номер телефона туда? Чтоб знать, вдруг, если что, позвонить туда. А я понял. Смотрите, только не стоп всем. То есть там либо с семерки начните звонить, либо с восьмерки, чтобы вы понимали. Угу. Хорошо было. А продиктуйте мне номер, да, продиктуйте номер еще раз, Евгений, Женя. Я не могу продиктовать, она. Почему ты не можешь продиктовать? Ты что, не записывал? Я для кого сейчас начинаю? Не, я записал, я записал, ну, записал просто, запись включил. И записал. Какую запись ты включил? На телефоне. Какую ты запись включил? А ты мне оповести об этом? Да не, у меня сейчас звонки пишутся. Какие звонки у тебя пишутся? Ты сейчас запишешься у меня. На улице Минской проживаешь? Дом 17, друг 1? Ну? Женя, Женя, сейчас тебе приедет оперативная группа, задерживая тебя. Ты почему сейчас будешь заблуждение меня? Молодой. А по-моему-то, основания какие? А какие основания? Я тебе хотел предупредить о факте мошенничества. Евгений, у вас сейчас происходит банки, банки. Так вы меня предупредители задержать хотите? Я вас сейчас хочу предупредить, но если вы будете мне перечить, я вас задержу за это. А основания? Такого, статья закона. А мне не нужны основания. Евгений, вы послушайте меня. Да мне основания нужны. Какие основания? Да какие тебе основания, ты, дрочь? Ты мусор, слышишь? Да слышишь, ты меня сейчас мусором будешь назвать или что? Ну, а кто ты? Основания у меня имеются одни. Я тебе говорю, у меня основания на другие есть. Давай начнем с другого. Я вообще не поэтому позвоню тебе. Ты мусор, а в области, по-моему, кто-то есть. Галенских. Я тебе позвоню по другому поводу. На сегодняшний день поступило заявление от центра банка. У вас, у тебя, происходят мошенничные операции по счетам твоим. По самому счету. Нужно в банк тебе подойти. В какой именно банк? В Сбербанк. В Сбербанк. Сможешь или нет? А там Сбербанка происходит. А почему не Сбербанк не звонит? Да как, ну, вы сам представь, Евгений, как может банк звонить клиентам? Объясни мне эту ситуацию. Обычно. Ну смотри, ты не смотришь телевизоры? Ты телевизор не смотришь. Газеты не читаешь? Нет. Не читаешь? Нет. Смотри, я тебе объясняю ситуацию, что сейчас производится мошенническая операция. По счетам разных банковских клиентов. То есть множество банковских сотрудников продали клиентскую базу. На контактах 120 тысяч. Сейчас под влиянием мошенничества вы, Евгений Сергеевич, попадаете так же. Сейчас у вас какие-то подозрительные операции производятся по основному счету. То есть непосредственно попытки перевода средств на Карпова Андрея Николаевича. Знаете такого человека? Да я по фамилии так не знаю, не припомню все. Не припомните. Хорошо. Подскажите, вы сможете в банк подойти? В ближайшее отделение? В данный момент не смогу. А что случилось? Почему не можете? Потому что я отдыхаю на море. А, вы на море отдыхаете. Сейчас нет, а надо отдыхать же. Извините, я не знал, что у вас такая ситуация. А вы сможете, ну, в общем и целом подойти? Может, сейчас не смогу. На море нету банка? Не знаю, я не в курсе. Не знаю. А вы где на море сейчас? В Сочах. Где-где? В Сочах. В Сочах? Угу. Или в Сочи? В Сочах. Хорошо, в Сочах. Сейчас я посмотрю, где же у вас Сочи находится. Так, хорошо, то есть там отделение банка Сбира, знаете, где находится? Не знаю, я на Центральном пляже, в Сочи. В Сочи? Ну, в Сочах, на Центральном пляже. Центральный город Копяш. В Сочах? Ну, сейчас посмотрю. В Сочах, да? Ну, да ты именно приколист. Центральный город Копяш. Сейчас я посмотрю. Может быть, Сочи ты имеешь в виду? В Сочи? Ну, я нахожусь в Сочах. А ты возле Воронежа? А? Это где? Ну, ближе к Воронежу? Подскажите мне. Это Краснодарский край вообще. Так это Сочи, а не Соча. Не знаю, я... Краснодарский край Сочи. Сочи. И в конце, а не А. Соча. Ну, Сочи. В Сочи просто говорится. В Сочи. Да какая разница? Я сказал, где нахожусь. В Краснодарский край. В Сочах? Ну, хорошо. В Сочах, так в Сочах. А, я понял. В Центральном, да. Смотрите, а вот я вижу, у вас есть Центральный стадион есть. Сочинский цирк. Это возле Сочинского цирка где-то? Я не знаю. Он у меня вот на пляже отдыхает. То есть, я без разницы, там, что там есть. Какие-то цирки. Я на море приехал, я же. А, я понял. Смотрите, да, есть тут, вот, недалеко. То есть, на улице Девноморская, 17, корпус А. Есть возле морского морского вокзала. Угу. То есть, это Войково, дом 2. Угу. Да, смотрите, ну, куда вам ближе будет подойти. Посмотрите, здесь указана сумма на списание. 50 тысяч рублей. Вы смогли бы указанную сумму списать? Да, я думаю, запросто. Ну, только, ну, это, в принципе, невозможно. Ну, если вот так вот. А почему так? Ну, потому что у меня защита подключена. Подключена защита. А вы можете подойти? Вы вот прям на пляже лежите? Ну, я сказал, идёт. Центральный городской пляж. Ну, я понял. Я просто не слышу звук воды и моря. Ммм. Возможно, вы вводите мне заблуждение? Ну, возможно, да. Возможно, вы вводите заблуждение. Надо просто слушать, да, постоянно. В Воронеже, да, всё-таки находитесь? А что такое? Мм? Я говорю, а что такое? Ну, вообще-то у пляжа номера есть, отели, мотели есть. Так вы в мотеле или где вы? Ну, какая разница, где я? Я сказал, где я нахожусь. Я нахожусь у пляжа. А, вы на пляже находитесь? Первая линия. Первая линия, вот. Так бы и сказали бы. А почему с Воронежа уехали? Отдыхать? Выйдите на улицу, посмотрите, какая погода на улице. Конечно. Когти по... А, подскажите... Подскажите мне, пожалуйста, вы ранее с мактомашиной что-то сталкивались? Нет, конечно. Нет, конечно? Нет, конечно, еще раз. Нет, у меня подключена защита, что мне беспокоится? Ну, смотрите, сейчас под подозрение попадают именно сами сотрудники банка, вы в мошеннистких операциях. Непосредственно, возможно, один из сотрудников банка сейчас вовлечен в мошенничество. Это как и работник контактного центра, отделений, менеджеров, а также руководителей банка. А по этому поводу сейчас не исключено, что сотрудник банка воспользовался доступом к вашему основному счету. Вы же знаете, что у сотрудника банка, а он имеется доступ? Алло. Алло. Да-да, я же говорю, вы же знали, что у сотрудника банка имеется доступ к вашему основному счету? Ну, как-то это, думаю, не знаю. Это можно устроить у Сбербанка так под колымет, что ли, я не знаю. Ну, возможно, и так. Там зарплата 15 тысяч от силы, и так можно подзаработать и за границу, как говорится, убежать. Да, а скажите, в банковской структуре что у вас имеется в Сбербанке, Евгений Сергеевич? Что? Ну, вклады, скорее всего, у вас имеются, я так понимаю. Ну, вклады там, вот что-то какое-то есть, да, там 4,2. Копии, сохраняй. Копии, сохраняй, что-то такое там. Копии, сохраняй, 4,2. А вы помните по вкладу эту сумму, какую у вас была до неправильного списания? Зачем вам такая информация? Смотрите, я эту всю информацию сейчас передам на сотрудника Центробанка Департамента Безопасности, который вас будет в дальнейшем курировать и направлять в отделение банка для корректного возврата ваших финансов. Сейчас, скорее всего, идет транзакция на перевод средств на Карпова Андрея Николаевича, Евгений Сергеевич. По этому поводу, смотрите, по данному вкладу свыше 500 тысяч, либо же менее 500 тысяч? Менее 500. Менее. Менее 500 тысяч. То есть, смотрите, до суммы, смотрите, до 200 тысяч в период такой, чтобы я располагал ту сумму, которую нужно будет передать в Центробанк, они вам, с казначейства, уже вам вернут эти финансы, Евгений Сергеевич. Вы понимаете, я нехило обошляю Сбербанку за защиту. То есть, зачем я ее обошляю? Ну, конечно. А вы поймите, Евгений Сергеевич, что данные деньги, скорее всего... А, вот смотрите, поступила выписка мне от Министерства финансов, то есть от Сбербанка, выписка по состоянию ваших счетов в структуре Сбербанка. Вы же Голянских, Евгений Сергеевич, правильно? Ну. Финансовый номер телефона, привязан в структуре Сбербанка, это 79,93, правильно? Возможно. Ну, номер телефона. Смотрите, сейчас вот выписка по состоянию ваших счетов, это 551 рубль 14 копеек. С данным остатком вы согласны? Да нет, такой нет, нету такого остатка. То есть, такой остаток вы не согласны с ним? А теперь для расценки морального ущерба и финансов ваших, уточните приблизительно сумму, которая оставалась у вас по вкладу. Да я вам не могу такой информации стоять, понимаете, ну как так? Ну вы поймите, если я могу сказать, что у вашего соседа имеется вклад на сумму 1 миллион в банке, в ЭТБ, к примеру. Что вы с этим сделаете? Вы же ничего не сможете сделать, правильно? Не, ну если я знаю номер телефона его... И что же? То в принципе можно сделать что-то. Ну а что вы сделаете с номером телефона? Наберете его? Ну как минимум можно что-то сделать. Это если покопаться, то можно что-то придумать. Смотрите, покопаться могут только мошенники. Исключительно в структуре банка. Под подозрением. Да а что они... В первую очередь... Они этот, у них вся информация, они там кнопочку нажали, им надо, они все обналичили. Там у них зарплата копеечная, не могут, ну вот. Тысячу человек тут обмануть, лежать за границу, их никогда никто не найдет. Правильно вы говорите. Скажите, вам возможно за последнее время поступать звонки с мошенническим характером? Поступали такие звонки? Я не знаю, у меня телефон был выключен до этого. До этого телефон был выключен? Да. Я вас понял. А скажите, Евгений Сергеевич, полных лет вам сколько на сегодняшний день? Да не могу сказать, это конфиденциальная информация. То есть, ваш возраст это конфиденциальная информация для вас? Ну да, да, потому что я не распространяюсь. Я понял. Но смотрите, сейчас у вас украли деньги, что вы будете с этим делать? Объясните мне. Ну, вы же, нет, кто-то там пытается, еще же не украли, поэтому паниковать сразу. Нет, смотрите, уже получил выписку. Вы же не слушаете меня, Евгений Сергеевич. Я выписку получил по состоянию ваших счетов в структуре Сбербанка. 551 рубль 14 копеек. Вы же сказали, что не согласны. Либо же будете у меня заблуждением. Ну, у меня сумма больше лежит, так как-то, ну, поэтому я не согласен. На телефон у меня ничего не поступало. Так что... Не поступало. Хорошо, Евгений Сергеевич, расскажите, сможете в банк сейчас подойти? Я вам уже подсказал, где находится ближайший адрес отделения банка. Да я даже если туда подойду, что я им скажу? Мне даже я не знаю, что им скажут. Вам помогут. Вам поможет сотрудник Департамента безопасности Центробанка. Я сейчас под защищенной линии связи вас соединю с ним. По этому поводу сейчас будьте на линии, не прерывайте линию связи. Хорошо? Хорошо. Евгений Сергеевич, спасибо за понимание. Евгений Сергеевич, здравствуйте. Да, да. Беспокоит вас руководитель Департамента безопасности Центробанка. Меня зовут Селезнев Роман Юрьевич, Евгений Сергеевич. Если имеется возможность, запишите, пожалуйста, мои данные. А как так вы с физическим лицем звоните? Вы что, с физическим лицем работаете? Евгений Сергеевич, на данный момент ситуация заинтересована Центробанк по одной простой причине. Центробанк является высшим органом банковской структуры. На данный момент компрометация лишних данных произошла от сотрудников банка. Так как Центробанк регулирует все отношения между всеми банками Российской Федерации, именно эта ситуация повлияла на то, что сейчас вашим вопросом занимается именно Центробанк, так как он регулирует все отношения между всеми банками. И как вы... Информация ясна? И у вас какой-то есть колл-центр по всей России, что ли, у вас? Центробанка колл-центр... Что такое колл-центр, Евгений Сергеевич? Что такое колл-центр, не совсем понимаю вас. Ну, как в Бербанке, колл-центр, который звонят. Вы имеете в виду технический отдел, я правильно понимаю? Ну, я не знаю, но... Смотрите, вы, наверное, не до конца понимаете, что такое колл-центр. Есть... В банке нет колл-центра. Есть непосредственно специалисты, которые занимаются вопросами внутрибанковскими. Есть сотрудники банка в отделении, есть люди, которые принимают звонки. Но это технический отдел, понимаете, Центробанка. Номер, допустим, 900. Вот когда вы звоните на 900, вы звоните в технический отдел. На данный момент, Евгений Сергеевич, по вашим счетам было зафиксировано мошеннические действия с помощью компрометации личных данных. Задет был не только ваши личные деньги, но еще и кредитный спектр. На данный момент, Евгений Сергеевич, вам необходимо прибыть в любое отделение Сбербанка для оказания юридической и финансовой помощи. Скажите, вы знаете, где ближайшее отделение находится? Ну, тут я не знаю. Я вот только приехал не так давно, поэтому я не в курсе, что там где находится. И вообще, я не знаю, для чего туда идти и что мне говорить, потому что... Хорошо, я вам объясню. Вы сейчас в Сочи находитесь, верно? В данный момент, да. Да, у меня по протоколу указано, что вы в Сочи. Так, вы в Воронеже проживаете, на улице Минская, дом 17, дробь 1, квартира 158. Все верно, информация? Ну да, да. Смотрите, Евгений Сергеевич, дело в том, что сейчас было скомпрометировано ваши личные данные с помощью сотрудников банка. То есть, сотрудники правоохранительных органов предоставили документ, которым они подозревают именно сотрудников банка. Поэтому подскажите мне, пожалуйста, когда вы в последний раз посещали отделение Сбербанка России? Не помню даже. Не помните. То есть, это даже не в этом году, скорее всего, было? А, именно, какие-то платежи делал? Или что именно? Ну, в отделении банка, да, именно посещали. Платежи, неважно. Ну, платежи делал, вот, месяца три назад. На юридический счет. Платежи через кассу? Через кассу, правильно? Ну, знаю, верно. На юридический счет я пополнение делал. Либо через лайн-кабинет, не совсем вас понимаю. Вы в банке были в отделении? Заходите. Ну, да. Уже хорошо, я вас понял. Скажите, пожалуйста, адрес отделения. Вы помните этого? Нет, я не помню. Не помните, я вас услышал. В таком случае, Евгений Сергеевич, укажите, пожалуйста, ранее конфликты в отделении банка с любыми сотрудниками. У вас были не только Сбер и другие банки? В каком-то банке было давно, но это было очень давно. Я не помню, какой банк. Не помните, да? Какой банк? Хорошо, Евгений Сергеевич. То ли ВТВ, то ли какой-то другой. Не помню. Но вы являлись клиентом этого банка, в котором было... Да, они карту не хотели закрывать просто. Не хотели? А по какой причине? Ну, сказали, наверное, она сама закроет. А вы на телефоне сможете... Интересно. Интересно. Хорошо, проверим эту информацию. То есть вы закрыли счет ВТВ банки. Я правильно понимаю карту? Да ВТВ или что какой-то, ну, ну... Какой-то, ну, банк. Я уже не помню. Давно было делать. Но там просто не хотели закрывать карту. Ждите, она сама закрывается. А что мне ждать? Ну да, конечно. Хорошо, я вас услышал, Евгений Сергеевич. Скажите, пожалуйста, ранее с мошенническими действиями вы сталкивались? Нет, у меня все было нормально. Так что не стоит, думаю, мне поводу беспокоиться. Нет повода беспокоиться. А скажите, возможно, вам звонили ранее якобы сотрудники банка, запрашивали у вас номер карты, номер паспорта, либо предлагали переложить деньги с одного банка в другой с выгодной процентной ставкой? Девушки звонили. Девушки вам звонили? Нет, девушки звонили. И что говорили девушки? Ну, карту заблокируют на два месяца. Не понял. Еще раз. Карту сказали, заблокируют. Вот вам позвонила девушка, просто так говорит. Нет, мои девушки. Заблокируют на два месяца. Нет, девушки. А, вашей девушке. Вашей девушке, я понял. Я понял вас, Евгений Сергеевич. Итак, смотрите, я получил выписку из операционного отдела банка Сбер. На данный момент баланс по вашему счету составляет 551 рубль 14 копеек в Сбербанке. Данная сумма, 551 рубль 14 копеек, является суммой общей, включая все ваши счета в Сбербанке. Карточную продукцию, сберегательные, накопительные, бонусные и тому подобное. Укажите, Евгений Сергеевич, вы согласны с данной суммой по остатку 551 рубль 14 копеек? Да нет, не согласен, конечно. Не согласны. Откуда у вас эта информация? По выписке, я же говорю, Евгений Сергеевич, выписку сейчас я получил от сотрудников Сбербанка операционного отдела. По выписке указано, что общая сумма, которая вам доступна в Сбербанке, составляет 551 рубль. А выписка у вас за каким номером? Номер выписки какой? Номер выписки? В выписке нет номера. Это та выписка, которая вы имеете в виду, вам дается в отделении банка, это совсем другая выписка. Это внутрибанковская выписка, которая мне поступила по компьютеру. Ну, должен быть, как-то, чтобы ее идентифицировать как-то, эту выписку. Евгений Сергеевич, я вам гарантирую, эта информация стопроцентная. То есть она на данный момент является стопроцентной информацией. То есть никаких подвохов в этой информации нет. Поэтому вы не сомневайтесь в этом. Скажите, Евгений Сергеевич, я правильно вас услышал? Вы не согласны с суммой остатка 551 рубль 14 копеек, верно? Ну, конечно, я, как вы так представляете, я приехал, то есть у меня деньги на карте лежат, я тут раз, раз, то есть все, денег нет. То есть мне, я даже билеты, но обратно-то не брал. Я вас подаю, Евгений Сергеевич, ни в коем случае не переживайте, мы решим ваш вопрос сегодняшней датой. В таком случае для оценки материального ущерба, нанесенному нашему клиенту, уточните приблизительную сумму, которую вы помните на своем счету. В таком формате до 100 тысяч рублей свыше 100, до полумиллиона свыше полумиллиона. Ну, вот я, какой, я вот, кто-то мне звонил там, я не помню, кто, какое, какого имя. Вот, я ему сказал, у меня вклад там менее 500 тысяч. У вас в Бирбанке вклад менее 500 тысяч, я вас услышал. Карточную продукцию укажите приблизительную сумму, которую вы помните. Я просто на вклад положил там, чтобы деньги просто на карте, там же ни Кинькофф, ни такие вот, на остаток не начисляются в Бирбанке. Евгений Сергеевич, вы мне только что лично сказали по телефону, под запись разговора, что вы приехали в Сочи, у вас все деньги на карте. Да. И если вы говорите 551 рубль, то вы даже не сможете билет купить. А сейчас вы мне говорите, что у вас нет денег на карте. Я перевел на вклад деньги, чтобы деньги росли. Деньги росли из вклада, то есть вы из карты перевели все деньги на вклад. Да, можно снимать. Есть вклады, которые можно снимать и пополнять. Как называется такой вклад ваш? Сохраняй и пополняй, что ли, что-то такое вроде. Дело в том, что Евгений Сергеевич, сохраняй и пополняй, это два разных вклада. Есть один вклад, который нужно. Ну там, короче, есть, которые нельзя снимать, а вот тут можно снимать. Я не помню, как это происходит. Ну, короче говоря, что это такое? Как бы проценты можно снимать и сумму снимать в любое время. Скажите, помимо Сбербанка, вы являетесь клиентом других банков Российской Федерации? Ну, получается, что у нас? Был ВТВ, потом закрою карту. Активный, активным клиентом. Какого банка вы на данный момент являетесь? Активный, как это? Активный, это значит, что у вас есть активная карта в этом банке, либо счет открытый, активный на сегодняшний день. Счет открытый. Ну, в открытии, но там как бы я счет открыл, чтобы взять кредит. Я не знаю, это активный, неактивный. Чтобы на карту... Вы открыли счет, чтобы взять потребительский кредит. Я вас правильно понял? Да, да, но это в открытии. Вы подавали заявку на кредитование? Ну, в данном я просто карту открыл, чтобы у меня шел нож. Чтобы я был клиентом открытия, как можно дольше, чтобы мне кредиты одобрили. Я вас понял. Но для того, чтобы одобрили кредит, необходимо подать заявку, понимаете? Без подачи заявлений никто даже не рассматривать вам кредит не будет. Ну, пока мне я не нуждаюсь, но просто если нужно будет, я просто возьму кредитную... А вы наперед, да? Ну, конечно. А то, получается, я карту заинвестировал, чтобы взять кредит. Ну, как-то будет подозрительно. Я правильно понимаю, в этой карте нулевой баланс на данный момент. Ну, конечно, через приложение открытия заходите и берете кредит. Я вас услышал, Евгений Сергеевич. В таком случае, смотрите, так как компрометация в первую очередь произошла от Сбербанка России, вам необходимо прибыть в любое ближайшее отделение Сбербанка. Я так понимаю, что вы не знаете, где ближайшее отделение находится, верно? Не знаю, я как бы вот... В таком случае укажите, пожалуйста. Поэтому мы отдыхаем, как бы... Я вас понял. В первой линии, в море. Все, так что я не знаю, без понятия там, что там есть. Укажите, пожалуйста, ваше фактическое местонахождение, я вам укажу отделение Сбербанка ближайшее. Ну, я от центральной Сочи. Коротской пляж. Что? Коротской пляж? Да. А улицу ближайшую знаете от городского пляжа? Не знаю. На транспорном, транспорном, да везде, поэтому я без понятия что-то. Вы где-то у моря, то есть в первой линии у моря в Сочи, верно? Да, да. Так, очень странно, очень странно, что вы не знаете хотя бы улицы своей, где вы находитесь. Зачем? Нас довезли, как говорится, вещи не делали, помогли нам. Хорошо, морской вокзал знаете где? Либо тоже не знаете. Я же вам говорю, вы знаете, что такое транспор? Транспор, конечно. Ну вот. Зачем мне все знать тут? Я купил тур. Вы же должны понимать. Я купил тур с транспором. Меня привезли, забрали, отвезли и все. Хорошо, тогда смотрите. Вам сейчас необходимо направиться в отделение банка. Это самое ближайшее возле вас. Оно находится по улице Воровского, 34. А что мне там сказать им нужно будет? Смотрите, вам будет назначен специалист, который будет нести финансовую и юридическую ответственность за данную ситуацию. И он вам все подскажет. Алло. Да, да, да. Говорю, будет назначен вам специалист. Вы к нему придете, он вам все объяснит и поможет вернуть деньги. Сколько вам времени до Воровского, 34, добираться? Как к нему обратиться? Подходите к специалисту. Говорите, у него есть бейджик, вы ему даете свой паспорт. Вы увидите, что это он. Дадете свой паспорт, дадите и непосредственно он вам окажет помощь. Он все знает, он уже будет уведомлен. Сколько времени до Воровского добираться? Я не знаю, вы так говорите, я там что проживаю, что надо сейчас открыть карты, посмотреть. Куда идти? А такси вы себе заказать не можете? Такси заказать себе не можете? Ну, если вы идти рядом, то можно пешочком пройтись. Ну, рядом как бы не рядом. Вы понимаете, что у моря не будет это бомбанг. Находиться у моря. Вам придется пройти пару километров. Это, ну, кому рядом, кому не особо. Я, например, не люблю ходить. Я могу на машине проехаться. Там, где близко. Специалисты, вы знаете, специалисты. А я что, получается, абсолютно любому подойти? Ну, я подойду. Что ему сказать? Я пришел, или как просто? Я же говорю, когда вы выдвинетесь, я непосредственно направлю данный протокол в это отделение и назначат там вам специалисты. Я сразу скажу фамилия, имя, отчество данного человека. Вы зайдете, увидите, в каком окне он сидит и подойдете к нему. Ну, ладно, хорошо, давайте, сейчас. Что давать? Что вам, что, что будет происходить? Звоните туда вот. Кому звонить? Вы звоните, чтобы вы в банк уже направились на Воровского 3-4. Либо на такси, либо как. Я понял. Сейчас я буду карту открывать, смотреть, и как там будем смотреть, как вот. Договорились. Тогда что? Ну, смотрите, дело в том, что нам необходимо, чтобы запись присутствовала разговора. Для одной простой причины. Потому что все операции, которые могут производить мошенники, допустим, подать заявку на кредит, либо попытаться еще перевести откуда-то деньги, мы можем отменять в автоматическом режиме. Только потому, что мы остаемся с вами на линии финансового разговора. Поэтому укажите, как нам сейчас поступить? Я же не могу смотреть карты и даже это такси вызвать, чтобы... У меня интернета даже нет. Как я так делаю? Странно очень. Как-то вы меня, наверное, заводите за облуждение, Евгений Сергеевич. Ну, вы же с вами разговариваете. Ну, вы взрослый человек, как бы современный, понимаете, что мобильное устройство можно скрыть, как бы, ну, подключиться к Wi-Fi. Тем более, вы в таком богатом городе. Давайте, наверное, Евгений Сергеевич, я зафиксирую вам отказ от помощи, и вы будете разбираться непосредственно уже через... Так я же не отказываюсь, я вот с вами начал диалог. Ну, мне кажется, Евгений Сергеевич, что вы заводите меня в заблуждение, если сейчас специально пытаетесь что-то либо узнать, либо... Чего узнать? Для чего вы играете в... Евгений Сергеевич, поймите, когда человеку говорят, что у него украли деньги, он берет все и делает, лишь бы, чтобы быстрее вернуть свои деньги. Вы же действуете очень мне непонятно, поэтому, Евгений Сергеевич, на основании договорных обязательств, я фиксирую вам отказ от помощи и снимаю с банка ответственность, как юридическую, так и финансовую. Ну, Сбербанку не просто так башлял. Ну, что вы делали? Башляли не совсем, понимаю вашу... Ну, башлял Сбербанку не просто так. Что вы башляли кому? Я не совсем... Что значит слово это? Защиту. Защиту. Что защиту? От несанкционированного перевода денежных средств. Ну, Евгений Сергеевич, вы читайте, пожалуйста, страховку. Если вы страхуете счета, то от какого случая вы читаете, пожалуйста? В договоре все указано. На основании договорных обязательств, пункт 8.2, банк имеет право снять себе ответственность, как юридическую, так и финансовую. Увидимся с вами в суде. Ваши счета арестованы сроком на один год. Всего доброго, удачи. Можете в любое отделение подойти, вам подписку предоставить. А для чего? Поисклифлата арестованных. Для разбирательства. Мы будем разбираться, откуда у вас эти деньги, то есть откуда узнали мошенники про ваш счет. Вызовем вас в суд, вызовем на допрос в полицию. То есть все официально, Евгений Сергеевич. Обязательно не забудьте повестку получить. Город Воронеж, улица Минска, дом 17.1. Ну я сейчас смотрю, я вам сказал, что сейчас сточу, если доделать, я даже не смогу приехать, так что в суд... У меня уважительная причина, так как я не могу ее... Какая? Вы на море? Это уважительная. Вы думаете, вас завтра вызовут на суд? Суд будет через месяц приблизительно. Ну из-за этого и арестовывают на год. Вот разбирательство в среднем длится год. То есть через месяц где-то на суд вызовут, потом суд, там ходатайство, возможно переносы. Ну знаете, как суд работает. Я просто не вижу причин ни средства замораживать, так что не вижу оснований для этого. Я вижу основания, на основании договорных обязательств. Прочитайте, пожалуйста, договор, пункт 8.2. К сожалению, договор мне не выдали, так что я не в курсе что-то. Ну Евгений Сергеевич, это невозможно, чтобы вы стали клиентом банка и вам не выдали договор. Нет, нет, ну это запись была, это запись была, то что договор не выдает, я вот записал. Вот сбросьте на WhatsApp тогда, если у вас есть, я тогда извинюсь и помогу вам, если вы мне сбросите запись на WhatsApp. Да если вы войти в суд, так что можно это будет в суд предоставить. Можно в суд вообще, то есть будет, если вы хотите через суд. Вот я не вижу оснований, нищета блокиды из-за того, что кто-то там пытается... Евгений Сергеевич, основанием выступаю я, как руководитель Департамента безопасности Центробанка. Я не вижу вашей заинтересованности, в первую очередь, в сохранности своих денег. И во вторую очередь, как-то вы заводите меня в заблуждение, каждый раз говорите что-то новое, и мне непонятно. Поверьте, Евгений Сергеевич, за свой десятилетний опыт я уже столько... Вы дослушайте, пожалуйста, и не перебивайте. Я же не виноват в том, что у вас нет денег даже... Не перебивайте, пожалуйста. Ну, вы, пожалуйста, не оценивайте мой финансовый потенциал по своим каким-то заблуждениям. На данный момент я являюсь сотрудником банка и имею право вам отказать в данной ситуации, так как не вижу вашей заинтересованности. Я повторюсь, я работаю в Департаменте более 10 лет, я встречал разных людей. На моем опыте огромное количество людей, которым я помог вернуть деньги. Но вы единственный, Евгений Сергеевич, за мой десятилетний опыт, кто не собирается, не хочет, постоянно ищет какие-то отговорки и тому подобное. Я вам не верю, Евгений Сергеевич. Давайте обратимся в суд и потом посмотрим, как судья будет реагировать на ваши диалоги и на ваш разговор. Хорошо? Какой суд-то обращаться будет? Суд, который... Вас вызовут, Евгений Сергеевич. Вам по верточкам придет. Все как положено, по закону. Ну, гражданско-правовое или какое уголовное? А Российской Федерации. Всего доброго, Евгений Сергеевич. А какого кодекса? Ожидайте постановление. Всего доброго, до свидания. Ну, какого кодекса, емой? А Евгений Сергеевич, вы все узнаете? Всего доброго. Ну, какой кодекс Российской Федерации? Это Сергей Михайлович. Полиция, кто еще это? С вами общался только что. Недавно. Вы с сотрудником Центробанка пообщались? Мне нужно звонить в Сбербанк, так что я с вами не могу разговаривать. Что вы говорите? Нет, я вам за другое позвонил. Сбербанк звонит. Я вас предупредить вас позвонил, Евгений Сергеевич, о том, что вы, банк, зафиксировали отказ от помощи в проведении возврата ваших финансов и ожидаете повестки в суд уже, буквально через месяц, Евгений Сергеевич. Это вам было понятно? А в суд такого кодекса, кодекс в какой будет? Квалифицирован в какой кодекс? Кодекс? Да. 159-я часть. Главный кодекс Российской Федерации. Гражданская правовая вводит. Так, какого правовая вводит? Я вас просто вызову в суд, и вы будете там уже смотреть. А уголовная статья как ко мне относится? Я же ничего не производил-то. Там вы вводите заблуждение, то есть вы являетесь потенциальным мошенником под подозрением. А я, причем, кого я в заблудение-то ввел? Вы что наговариваете? Клевета это вообще-то отдельная статья, а так это и есть. Я понял, Сергей. Ну, в таком случае, если банк зафиксировал с вами отказ от помощи, вы можете даже в банк уже не идти. Хорошо, смотрите, Евгений Сергеевич, если вы в действительности никого не водили в заблуждение, скажите, водили или нет? Нет, конечно. Мы можем перепроверить это. Мне дали полномочия у департамента безопасности Центробанка. Предоставьте любую номер карты вашей. Это вообще-то конвенциальная информация, е-мое. Не переживайте, оборот карты я вас не прошу. То есть это верификация, как действительность, что вы являетесь клиентом банковской структуры, и вы не будете в заблуждении. Если совпадение будет на том, что вы в действительности не будете в заблуждении, в том числе вы входите в программу лояльности. Банк вам обязуется в данной ситуации помочь. Если вы предоставите некорректную информацию, то есть недостоверную, в том числе я с вами попрощаюсь, и будет фиксироваться, как отказ в действительности от помощи, потому что вы будете в заблуждении. А имеется карта сейчас рядом с вами? Карта имеется, но как бы я готов вам только последние 4 цифры продиктовать. Не переживайте, вы можете первые 16 цифр продиктовать. Нет, нет, потому что можно, я знаю сервис, на которых можно платить, знаю просто чисто номер карты. Смотрите, мне не нужно вашу номер карты, нужно верификацию пройти как бы в действительности, что вы являетесь клиентом банка. Я только звонил в Сбербанк, там только предоставлял паспорт и так вот какую-то информацию, там дату рождения или еще что-нибудь. Ну в принципе по карте меня никто не идентифицировал, поэтому я вот как-то у вас, у меня сомнения в отношении вас. У меня есть программа, программа имеется, если вы мне неправильную карту предоставите, в том числе будет фиксироваться, что вы вводите заблуждение. Я могу только паспортные данные продиктовать и все. Спасибо, мне паспортные данные, паспортные данные ваши мне не нужны. Потому что можно все-таки как-то в корыстных целях этим воспользоваться. А вы представляете, Евгений, Евгений, вы представляете, что вы говорите? Вы говорите, вы можете дать мне, паспортные данные свои предоставят мне, а карту вы не предоставляете. Вы поймите, что паспортные данные это важнее, чем ваша карта, номер карты. Я же не спрашиваю пин-код от карты, CVV-кода от него. Правильно? Ну, вообще-то я могу оплатить без CVV-кода. Я знаю сервисы, где можно это сделать. Так вы пин-код вводите для того, чтобы оплатить карты, правильно? Нет, там не вводится пин-код. Там только дата и год выпуска, и номер карты вводится, и все. Мне не говорите, мне просто номер карты скажите. Все равно не готов, к сожалению. Не готов предиктовать. А как тогда мы будем с вами сотрудничать? Обычно так. Мы же не можем убедиться, что вы действительно не вводите в заблуждение. Я вам могу паспортные данные, и вы же сотрудник полиции. Я вам могу проектовать серию номер паспорта, и пожалуйста, проверяйте себе на здоровье. Хорошо. Диктуйте мне серию номер паспорта. Могу паспорт права, а номер прав проектовать. Так какой номер прав? Вы мне только что говорили за паспортные данные. Тоже, в принципе, это же документы являются по закону права. Давайте паспорт. Ну, по закону права тоже являются документы. Диктуйте, давайте. Номер прав? Паспорт, а либо кого вы там, что вы достали? Документ. Документ. Давайте диктуйте документы. Серию номер, правильно? Да. Давайте серия. Ну, все-таки права тоже являются документом по закону. Давайте, да. Ну, и вот права я вам сейчас буду диктовать. Алло. Да, я вас слушаю, прекрасно. 99.15. Да. 609.561. 609. Еще 609, дальше. 561. Номер? Так я вот номер прав проектовал. Так а что вы мне говорите, серия или номер? Ну, права, номер прав, по которому проверяются права. Сейчас проверим это. Вот, по балльным можно проверить. На машине приехали в Суча? Нет, конечно. А подскажите, ваша фамилия, Евгений? Галенский Сергеевич. День рождения, ваша фамилия. День рождения, ваша фамилия. Ну, вы что, не видите, что ли? 93? Ну, что, не видите, что ли? Здесь еще 93-го года рождения вы, Евгений? Ну, ну. Ну, это именно, ну, на туре пиздобал. Вообще, смотрите, там все-таки же находится информация. Балабольчик, да? Все-таки же находится информация, нет? Или не нашли? Нет, не нашел. Как так? Давайте еще раз проверим. Жень, Жень, а лови тебе сейчас, помбуд пойдет. Ну, как так, информация? Не можете найти, что ли? Так что, в 93-м году ты рождения, Женя. На самом деле, в ПДД зайдите, там, блин, высидится, блин. Ну, елма, что же вы не можете найти, что ли? Такая, что за полиция такая? Все. Что за автолот такая полиция ущербная? Ха-ха. У всех там хуя спасали, да? У всех там хуя спасали.